Сколько стоит Блэк Барвел? Я Демок Барыш, это Блэк Спиктур. Барыш, барыш, барыш. Вы знаете, зачем я здесь? Падал. Все, кто думает, что я добился там чего-то просто так, понтуется, на пальцах перечисляет. У меня потели руки. Ну, корпоратив. Я не играл ни разу на корпоративке. Нет, не присылали. Он задаст три, два, пожалуйста. А ты знаешь, вот у меня, короче, есть такая вот. Опа, 58 секунд уложился. Если будет Денвер, я тебе передам привет оттуда. И если возвращаться вот к этому корню, да, и ты мне не нравишься, и музыка твоя не нравится. Ну, если то, которое я запомнила, это наше расставание. Знаете, зачем я здесь? Подождите, сейчас я одиночки. И снова привет, с вами Дима Баш, Блэк Спиктур Баш. Подпишись на канал, не забудь. Подписался? Окей. И как-то с улицы мы переместили святая святых Лео Кэп, Блэк Баррел, его студию. Вот он у нас за его спиной. Что скажешь о своей студии? Ну, моя студия, это моя кухня. Вот, поэтому это очень удобно. Я слушаю тут музыку. Бывает даже громко. Соседи вроде не жалуются. Мне здесь нравится, мне комфортно. У меня окно, диванчик здесь есть. Я вот могу. Лично диванчик, он раскладывается. Так что комфортно. Мне нравится моя студия. Хочется посерьезнее, но... Я пока финансово не готов к другой студии. Это большие вложения. Но я не хотел бы переносить студию из дома в другое место. Ездить куда-то вообще не хочу. Не мой вариант. Хочу, чтобы студия была дома. И, скорее всего, я сделаю так, чтобы это было красиво. Так что, может быть, если это сделаю, в следующий раз снимем уже просто офигевшие студии, красивые, где все будет круто. Посмотрим. А что в твоей студии самый важный девайс? Это какой? Компуктер, конечно. Какой еще? У тебя мощного? Ну, да. Я вот в декабре собирал в этом году. i9 себе купил. Вот. 64 гига памяти туда засунул. Ну, не знаю, это не сильно как бы влияет. Вообще, на самом деле, самое главное – это компьютер, наушники и звуковая карта. Вот. Остальное все, в принципе… Ну, медиклавиатура, да, еще облегчает жизнь немножко. Вот. А такие вещи, как синтезаторы – это уже такое второстепенное. Вот. Важное, но второстепенное. Давай поговорим о твоей карьере и о тебе как о музыканте. У тебя есть 60 секунд, чтобы рассказать о твоей карьере музыканта. Время пошло. Ну, я начал писать Drum'n'Bass в 2012 году. Спустя пару лет был замечен европейскими друзьями. Им понравилась моя музыка. Впоследствии я пробился в Англию, да, в Англии подписался на английский лейбл. По сути, с этого и началась моя карьера. Активное общение с Англией дало мне дальнейшие какие-то перспективы развития, такие как гастроли, гастрольные туры. В принципе, это продолжалось и продолжается по сей день. Продолжалось более обширно до пандемии. И теперь я как-то с тех пор приобрел очень много опыта, посадил очень много важной музыки на очень важные лейблы. Поэтому я считаю, что карьера, в общем-то, сформирована. Надо двигаться дальше. Опа! 58 секунд уложился. То есть вся твоя карьера укладывается 58 секунд. Ну, не вся. Мы же не знаем, что еще впереди. Есть много релизов, которые подписаны вперед, они еще не вышли. Я не знаю, какой будет фидбэк после того, как они выйдут. Потому что, как это бывает обычно, ты едешь в Европу спустя какое-то время после релиза. То есть как это работает? У тебя выходит музыка, да, вот выходит релиз. Проходит несколько месяцев, и после этого промоутеры, люди, да, они как бы становятся осведомлены о том, что музыка вышла. И на тебя, получается, идет такой некий спрос. Вот. Чтобы ты приехал, отыграл вайв-шоу, да. И, собственно, сейчас много релизов вперед посажены. И какая после них пойдет реакция, непонятно. То есть это всегда такой непредсказуемый момент. Но, видишь, сейчас пандемия немножко подпортила планы. И теперь мы немного не понимаем, что происходит. Никто не понимает во всем мире. В принципе, локальные тусовки идут сейчас по всему миру. В Америке там вообще фестивали огромные. Европа, Англия, все тусуются. Мы даже тоже немного тусуемся. Или тушуемся, не знаю, как правильно сказать. Но, в общем, немного все изменилось сейчас. А так, да, гастроли были до этого более активные. Я жду, когда это дерьмо вернется. Что именно повлияло для тебя, для написания музыки? С чего ты начал? Если возвращаться вот к этому корню, да, то в те времена, как раз, когда мы занимались паркуром и бегали, мы вообще такие были любознательные молодые люди, которым было все интересно. Вот я говорю, я тогда и рисовал, и прыгал, и бегал. И что-то было весело и интересно. И все было интересно. Все новое было интересно. Потому что интернет тогда был не сильно развит. Скорости были дерьмовые. Это ты качаешь им по трижку часы, и потом еще получаешь пиздов от мамы за то, что ты там трафика нормально съел. Вот. Но мы пошли в магаз. Такой у нас был СимСим магазин здесь в Питере. Там на Звездной. И вот мы там нашли диск, который назывался «Виртуальный музыкант». Это такая офигевшая синяя какая-то фиолетовая обложка была. И просто что это? Это виртуальный музыкант. Это же музыкант. Это же как бы круто. И вот мы поставили первые софты. Мы брали демки, которые там были уже написаны. И мы говорили друзьям, что это мы сделали, короче. Вот. То есть это был 2008, наверное, год. То есть был некий промежуток между тем, когда я решил, что я прям вот все, я хочу заниматься этим. И именно в направлении Drum'n'Bass. То есть до этого с 2008 по 2012 был период, когда я делал и хип-хоп, и какой-то хаос, и что-то еще. Так что началось все это где-то в 2008. Вот так вот. А уже позже это приобрело какую-то более серьезную форму. Потому что, ну, ты сам знаешь, Drum'n'Bass – это музыка, которая требует от тебя знаний определенных. Либо ты пишешь шляпу, либо ты как бы изучаешь и делаешь лучше. Какой твой самый главный успех в Drum'n'Bass? Самый главный успех? Ну, да тяжело сказать, чтобы прямо самый главный. Это все зависит всегда от твоих целей. Например, если у меня была цель, да, попасть на Metal Heads. Я ее сделал. Для меня на тот момент это было самой главной целью. Сейчас у меня была цель сделать второй альбом. И, собственно, я его сделал. И сейчас я как бы довольствуюсь с результатом, да. Есть же разные. У тебя есть цель с подписанием там музыки. Ты там хочешь ее выпустить, чтобы что? Чтобы выпустить ее, или чтобы поехать там на гастроли, или чтобы какую-то свою вот хотелку удовлетворить. По сути, мы, в принципе, удовлетворяем свои какие-то желания. У меня было желание сделать по нашему, да, соглашению с Antom альбом. Еще один очередной, за которым последует еще один. И вот сейчас второй альбом я сделал. Я очень доволен работой. Не знаю по поводу промо, доволен я или нет. Но вроде винил продается. Я наблюдаю. Так что я доволен. Работой доволен своей. Очень мне все нравится. Сколько у тебя пластинок вышло? В общем, счетик где-то штук. Шесть, может, больше. Не знаю. Я так не очень уже конкретно помню. Но они еще будут. Будут еще. Дарья, вернемся к Metalheads. Расскажи про свой... Вернее, про звонок Голди тебе. Как это было? Ну, я у Юры уже рассказывал в интервью. Но да, это было так, что я собрал треки, которые я хотел показать ему. Взял его адрес, отправил. И я не думал, что он позвонит. Я думал, что он может напишет. Подожди, подожди, подожди. Расскажи, как это было? Ты спал, позвонил телефон? Или как это было? Я именно отправил ему треки. И где-то спустя минут 30 он позвонил. Вот. И я не ожидал. Вот. Хотя я как бы оставляю телефон в подписи, да, к почте. Но я не думал, что он будет звонить прямо. А ты прямо вот так вот увидел, что с Англии звонят сразу за телефон? Там был написан номер неопределенный, плюс 44 чего-то там. И написано Великобритания. А не было так написано в Голде? Нет, конечно. У меня же не было номера его. Я вообще с ним никак не был связан. И вообще это было из разряда случайностей таких. И вот. Окей, ты снимаешь трубку. Да, я с ним. У меня затряслась рука. Ты сказал алло или hello? Нет, я сказал hello, да, конечно. Это же Великобритания. Конечно, это Алена. Да, и как вот первый раз я и говорил, он так и сказал. Он сказал black fucking barrel. То есть вот он реально так сказал. Он прямо с этих слов и начал. Да, с этого начался наш диалог. Потом он начал очень быстро разговаривать по-английски, прямо меняя настроение. Он такой вот, он пошел как бы изливать душу и рассказывать, какие эмоции он испытал сейчас от этого трека, который я ему прислал. Он сказал, что это вообще я, это вот здесь я себя вот услышал. И ты вот такой молодец, что ты это сделал. Потом мы пообщались с ним за винил. Я ему сказал, что я тоже фанат Metalheads. У меня есть пластинки. Мы обсудили, какие пластинки у меня есть. Так, перебью. Ну, ты все понимал, что он говорит? Потому что английский, у англичан очень сложный язык. Потому что их английский тоже никто не понимает. Понимаете, особенно если они пьяные. Ко мне один из этих англичан пьяный подбежал. На тот момент, на тот момент я еще не очень, ну, сейчас я знаю больше и воспринимаю на слуху гораздо больше. На тот момент я усвоил процентов 40, наверное, информация. А можешь просто произвести, как Голди с тобой говорил по-английски? Я могу эмоцию попробовать повторить. Я не скажу по-английски, но он говорил это как... А ты знаешь, вот у меня, короче, есть такая вот... Короче, и вот это вот... И вот он очень быстро так говорил. И жестикулировал прямо этими эмоциями. От одного к другому переключаясь, было немножко... Немножко я был не готов, потому что очень много эмоций и мыслей. А я не все был способен воспринять на слух. Но я как мог держался. У меня я весь был весь потный. У меня потели руки. Вообще я ходил по кругу дома. Это очень такая стрессовая была ситуация, потому что такой человек мне звонит. Вроде бы да, он такой же человек, как и я. Но при этом ты понимаешь, да, что за ним там бэкграунд большой. Он столько всего пережил. И в какой-то момент вселенная так сложилась, что вы соединились. Это полная перезагрузка для сознания. Поэтому в это тяжело поверить. И было очень необычно, в общем, участвовать в этом диалоге. Ваш диалог длится. 30 минут где-то. И все он говорил? Да, я почти... Я мало разговаривал. Мало. Но я ему говорил, что там, да, у меня там вот... Я говорю, что у меня есть там пластинки. Вот это мне там нравится. Он говорил мне, прислушайся к Hidden Agenda. Типа, вот они вот в правильном направлении, типа того, как Metalhead думает, они вот правильно все делают. И вот он мне дал какие-то такие некие референсы. Типа, послушай, и мы соберем твой релиз. По факту он позвонил сказать, что одним треком он вообще прям доволен и восхищен. И прямо сейчас его забирает. Как трек назывался? Это который заглавный с эпишки Elevate with me. Вот тогда он назывался Egan. Egan, я рассказывал почему. Потому что я один до этого написал, он не зашел. И я подумал, что Egan снова, еще раз попробую. И вот я назвал трек Egan. И в итоге мы переименовали. Вот ему он понравился. Остальные ему понравились, но не так, чтобы он прям загорелся. И поэтому получается, что посадился я туда все-таки немножко по блату. То есть я думаю, что если бы я отдельно с Голди разговаривал, без Анта, то я бы еще не так скоро и быстро выпустил бы этот релиз. А поскольку Ант является менеджером и теперь директором Metalheads, и он как бы там, в общем-то, тоже, можно сказать, во главе лейбла стоит, он способствовал очень сильно процессингу. Мы быстро получили номер, быстро получили теспрессы, быстро подписали треки. Все очень быстро. Так что этот коннект помог. А вживую ты с ним общался? С Голди нет. Я видел его, да, но вживую... Хотя я был постоянно где-то близко, но я не общался с ним вживую. С Антом общался, с Голди нет. Расскажи про твои первые деньги, которые ты заработал на Дарамбейсе. И сколько это было? Это были мои первые гастроли. Я заработал на гастролях в Вене 150 евро это было. Да, это 2018 или 2018 год. И я заработал тогда 150 евро. Вот так вот я взял эти деньги после сета. И меня позвали в Вену играть. И в этот день был крупный фестиваль с Калибром. И мой первый интернациональный гиг, самый первый в Европе, на него пришло 15 человек. Это был интересный экспириенс, потому что моя первая вечеринка была в Питере. И когда я играл, я играл последний, я закрывал вечеринку, там было 200 с чем-то человек. Нейрл-шок? Да, нейрл-шок, да. Саша Корбут, привет. И вот этот вот на 15 человек после такого отыграть, это такой был шок культурный. Но при этом я очень благодарен Джейю, промоутеру, Джей, Блюз Апфир, респект. Он привез и, в общем-то, он позволил мне еще дополнительно поверить в себя, что я действительно могу, что я кому-то нужен. Поэтому это большой вклад в мою карьеру. Так что он молодец. А сколько сейчас стоит тебя позвать на вечеринку в России? В России? Ну, в России... Сколько стоит Блэк Барл? Города дальше Питера и Москвы, я стараюсь брать тысяч по 20, чтобы свое время оправдать, чтобы дорогу оправдать, потому что я немолодой, начинается уже привередливость какая-то. А в Питере? В Питере... Ну, в Питере... Ну, зависит от коннекта. Я не буду раскрывать цифры, но зависит от коннекта. Потому что есть, да, друзья, если мои друзья сделают вечеринку, я буду сопутствовать вечеринке, а то и помогать им вовсе, я могу и вовсе забесплатно отыграть. Я же сам буду участником этого движения. А если кто-то меня спрашивает, да, надо уже поговорить, посмотрим. А на корпоративе... Я делаю скидки, я делаю скидки. Это у меня был следующий вопрос про скидки. Так это, подожди, подожди, а на корпоратив тебя можно позвать? Ну, корпоратив... Я не играл ни разу на корпоративе. Хотелось бы попробовать. Да почему нет? Можно попробовать. Главное, чтобы вот это и не было. Поставь вот эту песню. Да, Газманова. Только если в Drum and Bass ремиксе. А подходили люди так говорили, «Слышь, поставь мой колычок». Не, были разные случаи, где люди просто что-то подходили и что-то там пьяное, несуразное говорили, но такого, чтобы прям поставь... Не, было «поставь», они просили там, «Ну, а нойзи там у тебя есть?» Или... Ну, я говорил, что там нет у меня нойзи. Хотя в свое время я играл нойзи, у меня есть треки. Слушай, а вот, например, за границу тебя позвать играть, сколько ты стоишь? Сейчас, после альбома, я немного не знаю, сколько сейчас, потому что последний раз, когда меня продавали, это было где-то 700-800 евро. Это было до релиза альбома и, опять же, до пандемии. И я не знаю, как сейчас порядок цены... 800 евро плюс трансфер? Да, плюс все остальное. Отель там... Я вообще не люблю отель. Я люблю, когда я такой приехал и у каких-то чуваков тусуюсь. Мне так больше нравится. Скидки есть на твое вступление? Скидки где? В России. В России есть, да. Скидки есть. То есть можно договориться с тобой, да? Конечно. То есть ты гибкий в этом плане? Я открыт. Звоните. С вами все так же Дима Баш, Блок Спик Ту Баш. Я Дима Баш, это Блок Спик Ту Баш. Баш, Баш, Баш. И с этого выпуска у нас стартует новая рубрика «Задай три вопроса звезде», у которой я беру интервью. Итак, сегодня первый человек, поклонник Лео Кэп Блэк Баррелл, Саня из появки Шоу. Он задаст три вопроса, и у каждого со следующих выпусков будет точно такая же возможность. С любого, с какого региона вы бы не были, вы можете всегда задать три вопроса. По скайпу, зуму, либо лично. Ну что, Саня, ты готов? Готов. Всем здарова, с вами я Санек из канала Шоу. Сегодня я решил пожаловать к ребятам на канал Спик Ту Баш, задать вопросы Блэк Барреллу. Они у меня есть. Три вопроса, ребят. Итак, поехали. Первый вопрос. Можно ли создать новый подстиль в драманбейсе? Или уже все исчерпано? Ну, я думаю, что может быть и можно. Например, мне кажется, что в целом подстиль прям создать достаточно, наверное, непросто. Можно просто заимствовать какую-то основную черту любого стиля и сделать что-то с этим. Но вот прям в драманбейсе поджанр, не знаю, скорее ты придашь оттенок, скорее, чем создашь поджанр. Хотя, как посмотреть? Наверное, можно. Мне кажется, что можно. То есть не все исчерпано и есть... Зависит от, наверное, как-то, может, спроса или возможности умения популяризации этого дела. То есть ты же стиль, да, воспринимаешь так, как уже что-то такое, где уже много было музыкантов и всякого такого вот музыки, ну, выходило всякое. И для тебя это имеет какое-то значение. Но спустя лишь время. То есть если я что-то придумаю и очень хорошо это популяризую, то тогда да. Мне кажется, это возможно. Да. Наверное, все-таки да. Ладно, я понял. Второй вопрос. Смотри, ты был в Лондоне, а есть ли связь Питера-Лондона в драм-н-бэйс-культуре вообще? И если есть, то как она сложилась, эта связь? Если сравнивать по городам, я бы сравнил Бристоль скорее с Питером, нежели Лондон с Питером. Лондон это как Москва. Знаешь, он такой большой, неповоротливый, тоже такой своеобразный. Драм-н-бэйс-культура, не знаю, тяжело сравнить. У меня был еще недостаточно большой опыт в Англии, да, я не так много раз там был для того, чтобы прямо сказать и пронаблюдать. Да и я в Питере, в общем-то, не так много раз играл, если посчитать. Но в целом, вот из всего пережитого драм-н-бэйс-культура, она вообще похожа, да, потому что, ну, мне кажется, там все-таки помасштабнее и пообъемнее, потому что жанр более популяризирован в массу, там даже старые, ну, пожилые, да, люди знают, что такое драм-н-бэйс. Вот, у нас здесь, конечно, меньше осведомленности. А так, с точки зрения посещаемости мероприятий, людей, рейверов, да, которые тусуются. Ну, да, я думаю, похоже. Думаю, что похоже. Я понял. Вопрос номер 3. Хотел ли ты побывать в студии у Нойзи и записать об этом видос? Так посчастливилось мне, что есть у меня такой знакомый Саша на нами. И вот Саша был в студии Нойзи, они там, с Питером, это владелец Overview Music. Они были, можно сказать, в Европе, да, и вот они к ним приехали на студию. И даже, вроде бы, оттуда мне пластинку должны были подарить, но Саня пёс зажал её, короче. Вот. Верни мой гиенос, Саня. гиенос, и он мне оттуда скидывал фотки. То есть, я, конечно, мне интересно, я бы побывал, посмотрел вообще на это, но с той точки, да, зрения, что там всё такое какое-то серьёзное оборудование, я знаю, что у них обустройство очень серьёзное, меня это больше отпугивает, чем привлекает, мне это стрёмно. Я ещё не готов к такому уровню оборудования, понимаешь, у них там, мне просто Саша рассказывал, что у них там, у них чуть ли не сами корпуса зданий стоят на каких-то специальных, чтобы там минимум искажений было, в общем, это, понимаешь, это очень серьёзно всё. Поэтому в студии у Noisy я бы побывал, но я бы там просто послушал бы, наверное, музыку, посидел бы, пообщался с пацанами чё-то, чё-кого. Я понял, ладно, спасибо тебе за три вопроса, изи. Спасибо. Давай, по счёту. Я Демик Баш, это был Кспектур. Баш, Баш, Баш. Выступления на публике у тебя нет? Мандаложе не боишься? Нет, сейчас пропало. Первый раз, да, очень было страшно, почти невозможно. Казалось, что я не выдержу, но я справился. И потом в последующие разы было, да, было страшно, но потом со временем это пропадает. Часто косячишь, когда сводишь? Да, нет. кони есть? Да, нет. Ну, если я буду играть с контроллера, да, я могу, наверное, сделать, а если с дек, то там будет поменьше. Там нет задержки. Да и, в принципе, я просто знаю BPM у треков, да, которые я играю, и если ты знаешь BPM, эта работа, она элементарная, да, чтобы свести трек, там, коней тяжело сделать, поэтому, не, думаю, что почти нет, почти нет. Работа с MC, ты с ними любишь работать либо нет? У меня не такой богатый опыт, да, работа, работа в плане продакшена или типа хуйня? На сцене, выступление на сцене, да? Ну, вообще, я считаю, что MC это здорово, потому что это явно оживляет сет и в какие-то моменты подогревает толпу так, как нужно, зазывает, поэтому MC это хорошо. Лучший MC, как ты думаешь, кто? Ну, я вот тоже не могу сказать, потому что это по-разному бывает. Да, я могу сказать, вот из всех, с кем я играл, самый лучший и самый крутой был MC Focus. Мне понравился он прям так, какие-то у него там фразочки есть, что-то он там, и как-то в целом вот этот такой стиль, что вот там такой бристельский, там не бристельский, а лондонский, мужичок к нам приехал, что-то там прочитал, это клево. Так что MC Focus, пока что думаю, что MC Focus. А с русскими MC не выступал? Хотя вот Брейкер был неплохо еще, это как раз Фабрике было. А с русскими MC, пожалуй, по-моему, со Смоки. Смоки, по-моему, на последней тусе, которая вот, где мы с тобой познакомились, по-моему, там Смоки потом пришел в конце сетом его. Как тебе выступление, вообще взаимодействие? Вообще было клево, мне понравилось. Я не ожидал тогда от этой локации, что там будет столько людей и звук достаточно хороший был. Единственное, жалко Ромину куртку, она сгорела. Но я вовремя ее заметил и потушил. То есть ты спас, да? Я спас, да. Ну, иначе они бы увидели пожар просто. Рома бы офигел, наверное, с этой темой. Я смотрю, иду, застаю за стейджем, общаюсь с этим, с эстетиком. Смотрю, куртка горит. Ну, реально горит куртка. Открываю, тушу эту куртку. Как ты реагируешь на неформальное общение публики? Неформальное это какое? Ну, то есть ты отыграл, пошел на там в полке, подходит, о, броу. Не, это наоборот классно. Типа, я же играю только потому, что, ну, есть такие люди, которые пришли и слушают. По сути, я им обязан, как бы, тем, что у меня есть какие-то выступления. Поэтому я приветствую такое. И это зависит от того, насколько в тебе остается энергия после сета. Иногда, например, ты не хочешь ни с кем разговаривать. Иногда, ну, это уж сам по себе смотришь. Вообще, мне нравится, да, подходить к людям. А они говорят, слушай, было там так классно, там еще что-то. Не вижу в этом ничего плохого. Думаю, что это клево. Часто тебя узнают? Нет, такого нет, чтобы я... Ну, знаешь, вот бывает, кепка иногда выручает в этом плане, то есть она тебя выделяет из толпы. И кто-то бывает, может быть, где-то там в галерее какой-нибудь чувак один там подойдет и скажет, Black Barrel, кепка смотри, увидел. Вот, что-то такое бывает иногда. Но это не так, чтобы прям часто. Поэтому... Думаю, что нет, не узнают. А фанаты и фанатки тебе часто пишут в соцсетях? Да, часто, часто. Сиськи присылали хоть раз? Сиськи нет, не присылали. А хотелось бы? Ну, такой вопрос... Попался, да? Я не против, но это как бы не является моей какой-то главной целью. А что пишут? Пишут про музыку, пишут, что нравится, что, ну, что эмоции классные. Вот сегодня мне написал чувак, что такой какой-то в дабстепе мужик Пикабу сыграл на огромном фестивале мой трек. И очень приятно, когда тебе такие вещи присылают, рассказывают, показывают, говорят, твоя музыка такая классная, я вот прям все переслушиваю, и вот прям так здорово. Много таких фидбэков, где прям люди благодарят, что прямо... Кто-то мне недавно написал, что вот то, что ты сделал альбом, я вот типа переслушал, и это вот заново зажгло во мне огонь. То есть музыка по-разному резонирует в людях, интересно наблюдать этот фидбэк, и получая его довольно активно. Ну, сейчас много новой музыки выходит, поэтому и получается, что фидбэка много. А негативный фидбэк есть? Как правило, нет. Ну, то есть ко мне никто не прилетает в личные сообщения, мне, да, что ужасная музыка, там, не нравится мне. И ты мне не нравишься, музыка твоя не нравится. Такого нет. Какая цель твоего творчества? Я скажу так, что я пришел писать музыку, чтобы меня признали. Вот когда я сказал про Женю Бесу и про подкаст, я хотел, чтобы меня признали, чтобы тоже сказали, что есть чувак такой, вот он делает музыку, и вот он достойен уважения. Браво, коллеги, спасибо, спасибо всем. Вот я как бы пришел за этим. И получается, что в целом это направление я и сохраняю. То есть куда бы я ни пришел в новый там жанр, я хочу, чтобы меня здесь признали, чтобы я был своим, я могу показать, я могу доказать, что я способен быть в этом комьюнити, что мне это интересно. Ну, если мне интересно, я прихожу, и так и происходит. Поэтому я пришел за этим, чтобы меня признали. но это была первоначальная, да, как бы цель, а сейчас есть такая мысль, что через музыку я могу что-то самовыражаться, да, сейчас уже у меня достаточно навыков, умений, чтобы выражать себя. То есть я придумываю какой-то концепт и рассказываю его на широкую аудиторию, можно сказать так. Что я туда вкладываю, музыку? Свои эмоции, энергии, и, собственно, сейчас я вижу в этом основную деятельность свою музыкальную. А были мысли, ну, нафиг все, давай брошу? Нет, такого не было. Ни разу не приходило? Не-не-не, зачем? Если бы, думаю, у меня, наверное, не получалось бы, наверное, меня посещали такие мысли. Но как-то так все вроде складывается и складывается хорошо. Да и я жесть как работаю для того, чтобы все это складывало. Все, кто думает, что я добился там чего-то просто так, ребята, вы бы знали, через что я прошел, потому что очень много работы было, и я от компьютера вообще не отхожу, как бы. Вот жена подтвердит, я сижу тут круглыми сутками за компьютером, поэтому это огромное время, если вы действительно хотите работать, в принципе, всегда добьетесь того, что хотите. Кто бы вы ни были, где бы вы ни работали. Откуда у тебя идеи для ТВК? Ну, я их вижу, типа, после такого вот большого опыта я вижу их, может, как сказать, абстракционно. У меня были такие недавно тонкие идеи, что можно взять стихотворение, подчеркнуть, ну, то есть прочитать, выцепить из него акценты и на основании ассоциативного ряда придумать либо идею, либо аранжировку к треку, то есть действие сменяется, как в стихотворении, а таких стих... То есть, понимаете, в стихотворении есть энергия, ее можно взять, это настроение, оно передано, оно есть везде, его можно всегда взять, повторить. Я вижу музыку так, да, то есть вижу вот эти вот вещи так, и мне кажется, что это бесконечный источник, просто бесконечный источник вдохновения. То есть, если ты застрял, ты, скорее всего, технически не знаешь, как это сделать. Если ты технически уже понимаешь, как это воплотить, то с этим проблем нет. Просто глаза открой и смотри вокруг. Так что вот. А ты читаешь книжки либо с закладками должишь? Я нет, я читаю книжки. Определенно. У меня большая библиотека, вот, ну, в такой маленькой электронной книге, и я люблю научную фантастику. Я не то, чтобы прям чтец, да, но научную фантастику я люблю. В свое время прочитал книжек, наверное, 15. Разных, там, типа Дюны, вот такое вот. Такое вообще обожаю. Другое не люблю, а вот такое очень мне нравится. не думаешь, вот в плане музыки, что 50 лет, когда тебе будет, это будет смешно выглядеть? Заврослый дядька там что-то скачет на сцене? Не, я вообще не думаю так. Я думаю, что это наоборот здорово, что ты что-то хочешь делать. Хочешь скакать, скакай. Вокруг много столько обычностей, обычных людей. Почему бы не поскакать на фоне такого? Это же классно. Поэтому я думаю, надо делать то, что хочется. Остальное не важно. Три совета начинающим продюсерам. Как начать писать и не остановиться? Не бойтесь технической части. То есть, если сейчас по звуку получается говно, не переживайте. Самое главное – это идея. Не надо гнаться за этим качеством. Качество нагонится. Даже не переживайте. Старайтесь не потерять индивидуальность своего восприятия музыкального ряда. Делайте так, как вы хотите. Вам ничего не мешает быть новатором. Вам не обязательно придерживаться каких-то рамок, которые вам все навязывают. Держитесь и делайте так, как вы хотите. Техническую часть если не вытянете, просто мне позвоните, мы с вами договоримся, и все у вас получится. А ты даешь уроки написания музыки? Конечно. Это была мини-реклама. Сколько стоит? А я не знаю. Это зависит от того, что нужно человеку и сколько времени нам на это нужно. Потому что есть люди, которым не подойдет одна стоимость. И я буду понимать, что это слишком много для того, что они хотят. И надо как-то разделить, может быть, разбить курс на части. То есть надо смотреть просто, кто с чем приходит. Поэтому тяжело сказать. у меня нет какого-то фиксированного прайса. Нет, он есть для Европы. 100 евро за 3 часа, я даю. Для России стараюсь поменьше, потому что понимаю, что мы в другой стране, и здесь все не так благополучно. А это происходит онлайн или вживую? В основном происходит это онлайн, но это может быть также и вживую, если просто у меня не было учеников. Ну, там есть из Питера мужичок один, и вот мы по Zoom занимались. А так, в принципе, и лайвом можно. Вот, пожалуйста, приехали в гости, вот у меня кухня, я вам чайку налию там. Все такое. Только звоните. Только звоните. Так что да, возможно. Такой вариант тоже возможен. Ты можешь по пальцам перечислить с ТВ, где ты был? Вот прям загибая на камеру. Странные. Именно где играл или где был? Да, где играл. Так, я могу попробовать вспомнить. Но это будет сейчас выглядеть, мне так потом скажут. О, смотрите, еще понтуется, на пальцах перечисляет. Это же вызовет хейт. Скажи, ты же крутой как-никак. Крутой, я крутой. Вы слышали? Я крутой. Значит, давайте зайдем с козырей. Новая Зеландия, да? Так, значит, Новая Зеландия, Австралия, Германия, Испания любимейшая. Еще я играл в Англии. Где я еще играл? Венгрия. Австрия, конечно же. И получилось у нас сколько, что? Пять, шесть, семь, восемь стран. Где-то восемь стран, да? А в Бельгии не был? Значит, девять стран. Бельгия. Значит, не вот так, а вот так вот. Может быть, я где-то был еще, но тяжело вспомнить, где я был. Ты когда был в Новой Зеландии, ты же в Австралии тоже был, да? Да. Кенгуру видел? В зоопарке. А, в зоопарке. Мне сказали, что в самый последний день, когда я там тусовался, он был свободный, мне сказали, что есть улица, туда можно приехать, и там просто кругом этих кенгуру очень полно. Я об этом не знал, и поехал в зоопарк там в первый день, когда приехал. У тебя не было такого желания заглянуть в сумку кенгуру? Вообще было желание их потрогать и погладить. Я думал, что я сделаю фотографии, но в зоопарке у тебя там стена, и ты до них никак Ну, зоопарк это не то. Зоопарк вообще не то, это был просто проеб. Да. Какой город и какая страна тебе больше всего запомнилась по гастролю? Ну, я вообще очень люблю Испанию, думаю, что, наверное, это мои такие фавориты, мне нравится там. Там тепло всегда, там родители Дэвида заботятся обо мне, кормят меня вкусно, там я прижился, мне там нравится. Вообще, яркие эмоции были у меня на больших вечеринках, да, где я играл. И Испания, да, вот в том числе, там была большая вечеринка, мы играли. Вообще, Хорватия, Outlook, это 2019-й Outlook, там было, это я впервые на несколько тысяч... одну страну вспомнил. А, Хорватия, да, да, вот. Да, и значит, Бельгия, Бельгия, там был Star Wars, кстати, будет в октябре, и если все будет нормально, я туда поеду вот 2-го октября играть. Расскажи, вот, например, по публике, чем отличается их публика и наша? Их публика? Тяжело сказать, потому что здесь я вижу и людей, и тусующихся людей. А там на тусующихся людей я, конечно, смотрю, а на обычных людей не смотрю, поэтому мне тяжело выявить разницу. Они так же тусуются, тоже чуваки. Пришли в клуб, танцуют, кто-то пьет, кто-то дергается, я не знаю, что они там делают. Кто-то слушает музыку. Были люди, которые просто стояли вот так и кайфовали. То есть такие же, как и везде. Я думаю, в принципе, drum and bass это о том, что все везде одинаковое. Типа в Англии точно такие же люди, точно такие же тусы, энтузиасты делают свое дело. Просто где-то на это больше спроса, где-то меньше. Я думаю, drum and bass во всем мире он одинаковый. В принципе. Так. Локально что-то меняет историю, но в целом процент аудитории всегда такой небольшой. Все-таки это underground, детка. Слышал, что у тебя будет тур по штатам? Лучшая страна на свете! Куда планируешь поехать вообще, где? Ну, тур ты, конечно, загнул. Было такое обсуждение, что трус от ребят, которые dubstep пишут, у них есть лейбл Deep Dark and Dangerous, и они хотели меня взять на пару шоу в Штаты, то есть для тура, но я пока не знаю. Были чуваки из Лос-Анджелеса, которые мне писали и по drum and bass, и по dubstep, то есть мою музыку там играют и котируют, и они хотят, чтобы я приехал, просто тяжело с визой сейчас, и я как бы не знаю, должно агентство этим заниматься, поэтому когда будет агентство, тогда будет и тур. А в каких городах, знаю точно, что там будет Лос-Анджелес, и скорее всего я бы хотел попасть в Денвер. Если будет Денвер, я тебе передам привет оттуда. Запомнил, запомнил. Поэтому будем смотреть. Я буду сейчас сфокусирован на этих вещах, ближайшее время, ближайший год, очень сильно на dubstep, и я попробую сделать так, чтобы я в следующем году или через год там оказался. Так что я еще пока над этим работаю. Но это обязательно случится. Чуваки мне сказали, что это точно произойдет, и мне человек 10 в Америке сказал, что я точно туда приеду. Так что я и сам-то верю в себя, еще и 10 человек в меня верят, насколько же я теперь... Мы все тебе верим, так что все получится. Спасибо, очень это ценю. Я Денвер Бараш, как ты думаешь, будет развиваться Дарамбейс в течение пяти лет? Куда он пройдет? Очень непонятно. Непонятно, как пандемия влияет. В целом, я вижу, что у нас достаточно музыкантов и активности для того, чтобы поддерживать то, что есть сейчас. Насчет популяризации или наоборот спада, я не могу сказать. но я вижу, что сейчас мы уверенно стоим на ногах и двигаем эту культуру здесь, насколько мы можем это делать. Так что тяжело сказать про развитие. Надеюсь, все будет только популяризировано в большую сторону, потому что мы видели местами людей, много молодежи, которые слушают эту музыку, молодежь, наш самый главный двигатель. Отношение семьи к твоему творчеству поддерживает тебя, семья твоя? Очень сильно. Все благодаря ним. То есть семья твоя и все? Полностью, да. У нас сейчас в кадре присутствует жена, вдохновитель, знаменитый артист Black Barrel Ака Лео Кэт. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Как дела? Все хорошо. Расскажи, как вы познакомились с Женьком? Это было очень давно. Мы познакомились в онлайн-игре. Мы попали в один клан, начали общаться и пить. Как ваш клан назывался, что было за игра? Как назывался клан? Рим. Рим. Да, это была Lineage 2. Я училась тогда в десятом классе. Жок десятый. Муж подсказывает, что это был Шок 10. Я не помню, как это называется. Шок 10, да, десятый. Х 10. Ладно, хорошо, продолжаем дальше. Моженька посускал себя посадим рядом с женой еще? Да, давай. Давай, иди сюда, а то она теряется без мужа. Давай, как-нибудь по-семейному. Давай. А, золотенький пришел. Просился. Аня, расскажи, что тебя ой, я даже не знаю. С чего начать, да? Вообще, на самом деле, ничего. Сейчас подумаю. Ну, бесит, когда начинает ругаться со мной. Ругаться, спорить, и когда я говорю, что не надо, это хватит, нужно это прекращать, он может продолжать ругаться со мной. Вот, в принципе, наверное, только это бесит. Тяжело быть женой артиста? Я привыкла. Привыкла, что он много работает, он много куда-то ездит, ездит к друзьям, ездит куда-то играть на гастроли на несколько дней, но я просто привыкла. У меня появился ребенок, которым я занимаюсь все это оставшееся время. У нас. У нас. Раньше, может быть, когда не было ребенка, было скучновато, может быть, с непривычки, но тогда я еще не привыкла к тому, что он куда-то ездит, и еще раньше, до этого, он не так часто куда-то ездил. Как-то так все вместе произошло. Переживаешь за него, когда куда-то он уезжает? Нет. У меня достаточно веские поводы ему верить. У нас очень... Переживаешь? В плане, ты спросил за здоровье или за сексуальное здоровье? За все? Нет. Ни за что не переживаю. Ни за что я не думаю о плохом просто. То есть у вас идеальная любовь и взаимоотношения? Да. Думаю да. Думаю да. Я не авантюристов. как называете себя в обычной жизни? Может котик? Кепочка? Заяц. Я зову ее Заяц. Малыш. Котик. Не котик. Я котика вообще никогда не говорю. Кого называют? Котик. Котик. Это был переломный момент в наших отношениях. Это было до брака. Это было до брака. Это было до того, как у нас вообще все изменилось и поменялось. Ну, вы до сих пор вместе. Именно эта вещь, она определила как бы то, что мы вместе. Да, она определила все будущее. Поэтому такое даже я помню, да. Ну, это вот из самых ярких событий в наших с ним отношениях, я думаю, это вот этот переломный момент в отношениях. У вас дочку зовут Арина. Почему именно такой имени? Это консенсус. Мы выбирали несколько разных имен и Арина это было то имя, на котором мы сошлись. Буквально за несколько дней мы до того, как Арина появилась, мы обсуждали какое имя нам взять и Арина это вот было ровно посередине между тем, что мы хотели. Мы смотрели списки имен нам то, что нравилось мне, не нравилось ему, то, что нравилось ему, не нравилось мне. И Арина это единственное имя из всего списка даже не знаю, как сказать. В общем, из всего списка имен Арина это единственное, которое нас не раздражало. Да, прямо не бесило. Хорошо, Аня, скажи, тебе нравится музыка твоего мужа? Я к ней привыкла тоже. Раньше я этого не понимала, когда он начал заниматься этим стилем, это был далекий, наверное, опять-таки, 2012 год, когда он начал уходить в стиль драма и бейс. Я не понимала эту музыку, я ее никогда не слушала до этого. сейчас я подумаю. А потом она начала звучать в доме очень часто, очень часто, и она у меня напрямую стала ассоциироваться с Женей. И, ну, как бы, я ее люблю, потому что слышу всегда ее от него, когда он дома сидит, он ее пишет, и я слышу, в общем, у меня такие ассоциации с этой музыкой. Можешь назвать три тарека своего мужа? Нет. Один только, который мне больше всего понравился, из нового альбома Just Keep My Life. По-моему, этого достаточно. Больше всего его, ну, как бы, сейчас. Я не знаю, я не знаю по имену его треки, не знаю по имену всех его альбомов, не знаю по имену всех его друзей, ну, поэтому. Not Just Keep My Life, ты знаешь? Не Just Keep My Life. Остальное не важно. Остальное не важно. Как ты думаешь, что ждет его в будущем? Как артист, как музыкант? Я не знаю. Америка. Америка. Ну, я не знаю, что его ждет. Не знаю, что ответить на этот вопрос. Ну, как ты думаешь, смотри, вот мы развивались, работали, что-то получилось, куда-то ездим. Дальше-то что будет? Будет что-нибудь там? Я думаю, что-то будет. Поэтому, что-то будет. Ну, ты всегда его будешь поддерживать в любых начинаниях, если он даже захочет писать по псу. Да. он просто делает классные вещи. Я думаю, что он любой трек классный напишет. Он хороший муж? Да. Ну, возникло. Возникло маленькое, но. Я могу проскочить. из-за того, что много работы, мы не так много проводим времени, как, может быть, другие пары вместе. Да, я постоянно работаю, и это такой определенный недостаток отношений, потому что много времени очень туда уходит. семейные всякие штуки могут страдать от этого. Если есть семейные пары, которые ездят куда-то очень много на пикник, в рестораны, не знаю, какие-нибудь такие вещи, погулять, съездить в музей, что-то такого. У нас такого нет, просто потому что нехватка времени большая.